Казанский федеральный университет отпраздновал Международный день музеев. В музее Лобачевского открылась школа юного археолога. Здесь же начнет свою работу выставка к 90-летию со дня рождения Альфреда Халикова, одного из создателей Казанской археологической школы. Открытие выставки посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Сегодняшний день замечательный еще тем, что мы с вами открываем выставку, его можно так и назвать, имени, хоть вы и сказали, это посвящено всем археологам. Почему? Потому что имени с Альфредом Халикова, с его именем, связаны жизнь по сегодняшний день всей нашей практической археологической науки. Экспозиция была представлена как в виде фотографий, рассказывающих о жизни ученого, так и в виде экспонатов, обретенных во время археологических экспедиций. В подготовке выставки приняли участие десятки специалистов и сразу несколько музеев Татарстана. То, что выставка открывается именно здесь, в университете, наверное, тоже знаково, потому что он являлся и выпускником нашего университета, и почти всю жизнь преподавал в нашем университете. Поэтому все наши сегодняшние таланты, археологи, они, по сути, могут, наверное, так или иначе, либо являются прямыми его учениками, либо могут быть сподвижниками его и считать его своим учителем. С 1968 года до конца жизни Альфред Халиков преподавал в Казанском университете. Под его руководством сформировалось несколько поколений археологов. Мы с вами и беляры совершенно другие сегодня, и булгары другие, и сияр с другой, да, и вообще тренд от памятников истории, три из которых по праву сегодня пополнили список ЮНЕСКО, они стали масштабироваться в нашей республике, и это стало местом притяжения, и это стало уже экономической составляющей, то есть объекты истории из чисто затратной части пошли доходную часть экономики нашей республики. Ученый являлся одним из инициаторов создания археологической карты Республики Татарстан. Ему принадлежит инициатива создания музеев-заповедников в Беляре и его округе, в Казанском Кремле и Елабуге. Я впервые с именем Альфред Хасановича встретился, когда работал в Елабуге, и мы каким-то образом искали доказательную базу под празднование или под юбилей тысячелетий. Именно в его работах были первые найдены тогда посылы, а потом уже его ученики в результате раскопок иных исследовательских работ, в общем-то, имели достаточно полную доказательную базу. Материалы экспедиций, хранящиеся в разных музейных собраниях и архивах, впервые представлены на новой выставке в Казанском университете, которая проработает до 30 июня 2019 года. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс.